Дислексия у детей 7976333 Если у вас, уважаемые дамы и господа, есть какие-то вопросы Или вы хотите присоединиться к нашей беседе Ну, давайте, наверное, начнем с того, что сейчас проходит такая, как говорится, неделя осведомленности О неприятном заболевании В связи с этим у нас остается два ключевых мероприятия 24 и 25 октября Что это за мероприятие, Марина, скажите, пожалуйста Верно, я хотела бы оговориться, что дезрексия все-таки не заболевание, а расстройство Расстройство, хорошо Да, то есть можно прийти все-таки к нормативному функционированию Если говорить о мероприятиях, то чудесная организация Ассоциация родителей детей с дезрексией 24 и 25 октября Делает большие подарки городу и специалистам В том числе, которые занимаются с детьми 24 октября в 18.30 в стенах Государственной библиотеки имени Ленина Нас ждет логодиктант для будущих логопедов И дискуссия о детском чтении, как вырастить читателя А 25 октября вообще грандиознейшее мероприятие В 10 утра начнется большая конференция, которая называется «Дезрексия и чтение» И там будут представлены доклады всех современных ученых и практиков, которые занимаются этой проблемой Давайте разберемся с этим расстройством, как вы верно заметили Что же это такое и кто чаще всего от него страдает? И как его получают вообще? В чем причины? Дезрексией называют трудности во владении навыком чтения И, соответственно, мы впервые сталкиваемся с этим в начальной школе Ну, может быть, если мы точно знаем, что ребенка систематически и долго учили чтению в дошкольном детстве Ну, допустим, с 5 лет, 2 года каждый день читали Но ребенок не продвигается Буковки знает, буковки находит, но соединять их не может Мы, в принципе, можем сказать, что у ребенка уже есть риск развития дезрексии Но ставится он все-таки в младшем школьном возрасте Когда мы уверены, что ребенок, систематически обучаясь, не овладевает или овладевает слишком медленно этим навыком Ставит его врач? И какого профиля? Куда идти, если родитель заметил вот такие проблемы? Или подозревает Или подозревает? И куда обращаться? К какому специалисту? Поскольку это действительно расстройство входит в международную классификацию болезней То диагноз ставит именно врач И его ставит врач-невролог Но невролог самостоятельно не сможет поставить диагноз Он отправит родителя еще к нескольким специалистам Он отправит родителя с ребенком к специалисту-отоларингологу Чтобы проверить, все ли у ребенка хорошо со слухом Отправит к специалисту-психиатру Чтобы проверить, все ли хорошо у ребенка с интеллектом Потому что если есть интеллектуальные нарушения То это уже не будет являться нарушением навыка чтения И, конечно же, попросит посетить логопеда Который, собственно, и будет этот навык чтения Обследовать очень подробно И расскажет, какие есть в нем трудности Уже после этого, опираясь в том числе и на свое обследование Невролог может поставить диагноз дезрексия А есть действительно какая-то причина? Вот Андрей уже спрашивал Выяснили ли ученые, почему так происходит Вот с некоторым количеством детей? Откуда это берется? Я бы сказала, что есть многообразие причин Которые могут действительно привести к дезрексии И часть из них связана с недостаточным развитием речи Все-таки чтение – это письменная речь Конечно же, если устная речь недостаточно развита Если мы видим задержки в речевом развитии То у ребенка есть довольно высокий риск Получить еще и трудности во владении навыком чтения Но причины иногда бывают так Вот буквально два дня назад на консультацию у меня была мама Ребенок начал говорить рано, в год и два В два года уже были фразы И в принципе задержки речевого развития Или каких-то сложностей в речевой функции нет Но дезрексия есть Как раз был тот пример, о котором я сказала Ребенок несколько лет читал побуквенно И никак не мог уловить принцип А как сливать в слоги И дальше читать словами И в основе этой причины могут лежать другие особенности Часто ими занимается специалист-нейропсихолог Это не сформированность определенных мозговых механизмов Под разную деятельность, разные психические функции Ну например, я не могу хорошо управлять своим поведением Своей памятью, вниманием, своими познавательными процессами Или я недостаточно осваиваю сторону зрительно-пространственную Которая связана с целостным восприятием тех же слов И читаю побуквенно, потому что не могу целостно восприять слово Я кстати слышал такую, я не знаю насколько это верно Что проблема заключается в том, что они видят букву не как букву напечатанную Как 3D такой вот образ И за счет этого тяжело сложить слова Но при этом есть еще второе затруднение Связанное с фонетическими недостатками самого языка Что зачастую, ведь у нас же действительно как написано Не всегда так произносится Абсолютно верно И для декслексиков, кто вот страдает этим расстройством Крайне сложно это прочесть, правильно? Ну что касается фонетических трудностей правильно Не назвала бы только это недостатками нашего языка Ну особенности, да, определенные Они во всех языках присутствуют, кстати говоря Во многих языках, но в разных группах свои это будут особенности Разные формы, то есть они могут быть Да, 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 да Что касается того, что как-то буква 3D расплывается и так далее Ну знаете, это такие романтические мифы Которые описываются некоторыми авторами, да, в некоторых публикациях Но в целом, когда нам говорят о том, что буквы расплываются Они становятся объемными, они там как-то мерцают Ну вообще это симптоматика психопатологическая, да, и я уже думаю о том, что Это не просто дизлексия, да, а исследую, ну с точки зрения других особенностей ребенка И возможно даже захочу отправить ребенка к психиатру А есть еще какие-то мифы про дизлексию, которые вам как специалисту хочется развеять перед общественностью? Ну само пройдет, безусловно, один из основных мифов, да, что как бы в школу ходят, все читали Всех научили читать, я в школу пошел, не читал, да, значит и моего ребенка тоже научат Но и изменилась на самом деле и система образования, и скорость, с которой дети вынуждены Овладевать образовательной программой, поэтому зачастую, если у ребенка есть трудности То, конечно же, в рамках школы учитель ему помочь может не всегда И ему нужна другая специализированная помощь А если, как мы сказали с вами сейчас, есть какие-то особенности в виде уже задержки речевого развития Да, недостаточности развития речи, каких-то других компонентов, памяти, внимания, мышления Да, то здесь часто действительно очень нужна помощь специалистам Плюс 7903-797-6333, если у вас, уважаемые дамы и господа, есть какие-либо вопросы Прервемся на пару минут Новинка вышла буквально на прошлой неделе Плюс 7903-797-6333, координаты прямого эфира Давайте в эфирах с причинами разберемся Бывает ли такое, что это прям вот проблема с младенчеством Связанная она, ну, скажем так, с какими-то проблемами, которые испытывала мама Ну, недостаток кислорода, который получал будущий ребенок Я так, словами, аккуратно говорю, потому что у нас дети могут слушать в 8.20 утра Или другие проблемы со здоровьем матери, да? Или другие проблемы со здоровьем матери Конечно, когда вообще к нам приходят на прием, мы анализируем анамнестические данные Что было во время беременности, что было во время родов в первые годы Но я могу сказать, что это такие неспецифические факторы вредности Которые действительно могут быть риском или подпочвой каких-то дальнейших трудностей Но какие будут трудности, мы не знаем И бывает так, что да, все это было у мамы И неблагополучной роды, и не очень удачная беременность Но при этом ребенок в процессе развития компенсирует все свои трудности И проблем в обучении, в том числе чтению, мы не видим А как быть с гаджетами тогда? Можем ли мы говорить, что появление гаджетов ухудшило эту проблему? Ведь очень многие родители даже в самом начальном возрасте Своим детям, они еще там им года нет Вот ему дали гаджет, потому что там все мерцает, там все блестит И это так интересно Да, и ребенок залип И ребенок залип Вот здесь я бы согласилась с вами Действительно, этот фактор очень значим И он влияет на то, в какой ситуации развития находится ребенок То есть одно дело, если ребенок общается со взрослыми Слышит постоянно грамотную речь Может как-то коммуницировать, взаимодействовать Вместе с ребенком читают Вместе с ребенком смотрят картинки Называют слова, формируют словарь и так далее Другое дело, когда он этой коммуникации лишен У него есть электронный друг Который ему что-то говорит, что-то отвечает Или просто дает ему интересный контент Где не нужно взаимодействия Нужно пальчиками управлять, на кнопочки нажимать Но общаться при этом не нужно Конечно же, это будет влиять в целом на развитие ребенка На речевое развитие ребенка в частности И потом на учебные навыки А что касается, кстати, генетической предрасположенности Может передаваться дислексия, если, допустим, у родителей есть Он это знает, он может это выявить у своего ребенка? Да, некоторые исследования показывают, что действительно такая вероятность существует Этот фактор генетический, он есть Ну, естественно, у нас есть вопросы наших слушателей Сразу нас спрашивают, переставляет или пропускает буквы в словах при чтении ребенка 8 лет Это может быть одним из симптомов дислексии Но может быть и просто возрастной особенностью овладения навыка чтения Нужно смотреть, как быстро эта проблема уходит Насколько она мешает продуктивному чтению Ну, вообще, если говорить про чтение То у нас есть техническая сторона, есть мысловая сторона Бывает так, что ребенок читает очень плохо Повуквенно, с ошибками Но, удивительно, он все понимает И может ответить на любые, даже каверзные вопросы по тексту Бывает другая ситуация Читает быстро, читает бегло, но при этом вообще не понял Ничего не запоминает Просто не понял, что там написано И не может ни осмыслить, ни передать смысл Ни ответить даже на простые вопросы Но и бывает, эти две трудности сочетаются И плохо читает с точки зрения техники И не понимает прочитанного Вот здесь тоже надо посмотреть Как бы мы не лечим через телефон и через экран Поэтому, да, эта ошибка может привлечь внимание мамы И мама может обратиться за консультацией к специалисту Я еще слышал такая сейчас популярная штука Как синдром дефицита внимания Да, и гиперактивность И гиперактивность, да Это все не звенья одной цепи Или не может ли быть там что-то проявлением одного или другого СДВГ, синдром дефицита внимания с гиперактивностью Может быть без Это отдельное расстройство на самом деле Но оно может быть коморбидно То есть может сочетаться с трудностями в обучении И это бывает нередко Действительно, когда ребенок не может сконцентрироваться на какой-то конкретной задаче У него очень много разных интересов Он переключается, да, то влево, то вправо Ну, как-то целенаправленно читать и понимать Бывает ему сложно А как не перепутать это с дислексией? Там будут свои особенности, свои признаки Которые в том числе врач-невролог тоже увидит при постановке диагноза И он правда может, но он может, кстати, поставить два диагноза СДВГ и дислексия Ну, при СДВГ, я так понимаю, все-таки проблем с чтением не должно быть там, наверное, другая проблематика Это не является критерием, да, выставления диагноза СДВГ Но механизмы трудностей могут быть похожи И влиять, собственно, на владение чтением и письмом Мы, на самом деле, не только в чтении Мы в письме увидим у ребенка определенные специфические ошибки И, ну, не всегда старательность, да, скажем так Я очень хочу спросить Сложную, мне кажется, такую тему затронуть, скорее даже Как в школе вести себя, родителю в первую очередь Если он выяснил, что вот у ребенка дислексия, поставили диагноз Как донести до учителей, как вообще ребенка адаптировать к тому Что вот он немножечко будет, ну, не таким, так скажем, как его одноклассники Я бы сказала так, да Что, во-первых, несмотря на то, что у ребенка могут быть какие-то трудности в обучении Все равно у него есть другие сильные и опорные стороны, да И, ну, вот, не таким я бы не говорила, да Это как-то немножко стигматизирует эту группу детей Второе, если родитель это видит, то, в принципе, учитель тоже это видит, да Он же работает с этим ребенком Но если говорить о постановке диагноза То это может быть хорошим вариантом Поскольку детям часто дают определенную помощь в школе Дополнительные занятия с логопедом Дополнительные занятия с психологом, да Возможно, с дефектологом Это могут быть индивидуальные, это могут быть групповые занятия И они будут осуществляться бесплатно То есть ребенку будет даваться какая-то дополнительная помощь Также учитель, понимая эти трудности Может давать немножечко более легкие задания Не травмируя ребенка И видя, да, что просто, ну, действительно Ребенок не может сейчас овладеть этим навыком в том объеме И, но при этом мотивация учебная пострадать не должна Но по поводу того, как донести, да Я всегда всем своим родителям на консультации говорю о том Что очень важно не приходить со справками Требовать и бить кулаками постов, да А разговаривать по-человечески, да Просить помощи, создавать взаимоотношения с учителем Учитель не обязан любить вашего ребенка одного из тридцати Да, но учитель при вашем внимании к ребенку В вашем взаимодействии с ним Он может развернуться к ребенку И тоже начать делать больше, чем он должен, да По своим профессиональным обязанностям Поэтому мне кажется, что здесь важны именно человеческие отношения Человеческое взаимодействие Просим, рассказываем, делаем вместе, да Но опять же, здесь и большая работа должна быть родителям Потому что даже если работают специалисты в школе, вне школы Очень важно эту работу поддерживать, да Чтобы она у нас, ну, просто не уходила, как вода в песок И здесь и родитель должен участвовать, и много всего делать И, собственно, до учителя доносить, что мы работаем такой большой командой И очень нужна ваша помощь Тогда обычно выстраиваются, правда, хорошие, продуктивные отношения И ребенку можно помочь гораздо быстрее Утро под серебряным дождем Немало у нас вопросов к Марине Захаровой Детскому энеропсихологу, руководителю многопрофильного детского центра Территория счастья, старшему научному сотруднику Института здоровья и развития и адаптации ребенка Давайте, если позволите, Марина Вот, в частности, надо спрашивать Дочка левша, есть признаки дислексии Сейчас в 11 уже намного лучше В 7 было очень тяжело учиться Если левша, влияет ли это на дислексию? Ну, прямо не влияет, да Нельзя сказать, что больше детей леворуких с дислексией Но вообще у леворуких детей есть такие специфические особенности В мозговых механизмах нашей психической деятельности В частности, многие процессы у леворуких детей Автоматизируются чуть медленнее Поэтому может быть так, да Что тот же навык чтения не мог автоматизироваться довольно долгое время Но, скорее всего, было что-то еще И вот еще одна слушательница, которая нам уже писала Про то, что ее дочь в 8 лет переставляет или пропускает буквы в словах Спрашивает, чем она, как родитель, может ей помочь Просто тренироваться и читать или что? Такая стратегия обычно не помогает Да, вот есть рекомендации Ну, чаще педагогические учителей Ребенок не читает, больше читайте Ребенок не пишет Больше пишите И не всегда она приводит к успеху, на самом деле Я бы нашей слушательнице рекомендовала сходить на консультацию Либо к специалисту-логопеду Ну, я бы в первую очередь рекомендовала Либо к специалисту-нейропсихологу И послушала бы, а с чем трудности этого Эти ошибки конкретно у данного ребенка связаны И что можно сделать И уже специалист авторитетно расскажет Какие методики надо использовать И как ребенку помогать Плюс 7903-7976-333 Координаты прямого эфира А что, если родители берут и не обращают внимания? Вообще Ну, учатся как-то ребенок Ни шатка, ни валха Там на тройке, на двойке Школу закончил, диплом как-то получил Чем грозит то, что не обращают внимания на дислексию И не лечат, поскольку это расстройство Не хочу употреблять это слово, лечат Но не борются с этим расстройством Ну, давайте представим две разные ситуации Первая ситуация Ребенок испытывает эти трудности Учится на двойке-тройке У него нет никаких сфер, где он успешен Он дезадаптирован Он замыкается Он ничего не хочет У него падает мотивация Ну и, в общем-то, ему грустно живется Да, и действительно сложно живется Другая ситуация Да, у ребенка дизлексия Но девочка хорошо поет Или прекрасно танцует Или там занимается Каким-то ручным трудом Получаются потрясающие рисунки Поделки Да, в учебе все плохо Но есть другая ниша В которой все прекрасно Да, и ребенок выходит И у него свои выставки Или там он ездит на конкурсы Занимает первые места И, в общем-то, если он недостаточно хорошо читает Пишет или даже считает Это серьезно на его жизнь, пожалуй, не повлияет Ну да, у него самореализация есть какая-то Да, поэтому, конечно же, если у ребенка есть трудности в обучении И мы ничего не делаем для помощи в преодолении этих трудностей Но давайте хотя бы найдем те ниши, те сферы В которых ребенок будет чувствовать себя успешно и реализовываться А если никак не помогали во взрослом возрасте Это может остаться? Какие-то симптомы, может быть? Да, это может остаться И вот как раз благодаря ассоциации родителей детей с дизлексией И в последние годы очень резко взросла осведомленность об этих трудностях И многие родители, многие взрослые начали приходить проситься, по крайней мере, на приемы Говоря о том, что я узнал, что у детей бывает дизлексия Я же бывший дизлексик И у меня до сих пор вот все плохо с чтением Помогите мне, давайте тоже заниматься коррекцией И обычно работа с такими родителями И их диагностика, и обсуждение их проблемы Заканчивается тем, что они идут в психотерапию Потому что, как правило, в жизни им этот навык так уже не необходим Сейчас есть аудиокниги, которые можно слушать Есть много экранизаций популярных литературных произведений С которыми точно стоит ознакомиться И этот пласт культуры можно другим образом Как-то себе позволить поднять, с ним познакомиться И если это для моей работы сейчас не важно То, в принципе, с этим можно ничего не делать То есть можно спокойно жить с дизлексией всегда То есть адаптировать себя спокойно и окружающих социумов? Да, безусловно Без всяких проблем Конечно Отлично Татьяна спрашивает У меня дочка левша Дизлексия не помешала ей начать рано читать А вот с математикой были большие проблемы Именно из-за того, что верит она по-другому Она уже взрослая И мы это много обсуждали Вот действительно, вот этот механизм компенсации То, что вы затронули Ребенок слаб в чем-то одном, но силен в другом И вы тоже сказали, что ребенок может хорошо читать Но плохо разбираться с математикой Это как бы логично и уже доказано Что вот этот компенсационный механизм всегда присутствует Смотрите, вообще мы все очень разные И если я сейчас начну у вас что-то спрашивать Ваших познавательных функций Мы выясним, что есть сильные стороны Есть слабые У кого-то хорошая память Но низкая самоорганизация Например Кто-то очень быстро устает Но при этом отлично планирует свою работу И в периоды, когда он наиболее активен и продуктивен Он успевает сделать все И это касается и детей, и взрослых И, собственно, вот эта вот картинка Индивидуальная Сильных и слабых звеньев Она будет отражаться На учебе ребенка На владении теми или иными дисциплинами И на нашей взрослой жизни в том числе И мы, да, можем делать какие-то специальные вещи Для того, чтобы подтягивать эти сильные стороны Если они мне мешают Вот мы заговорили о дезрексии у взрослых Если вдруг я сменил род деятельности И теперь мне мешает эта проблема Я должен читать тексты Я должен очень много обрабатывать информации И я уже понимаю, что я не успеваю И мне сложно Тогда я могу пойти и попробовать эту проблему решить А можно ее будет решить в возрастном возрасте? Это возможно Медикаментозно, психология, что? Здесь скорее именно методы развития этого навыка нужны То есть не медикаменты Медикаменты нам больше потребуются в возрасте дошкольном, младшем, школьном Если мы видим, что одна из причин трудности в обучении Это такой недостаток активации Ребенок быстро устает У ребенка нет возможности долго заниматься Какой-то деятельностью Он истощается, ему действительно нужна подпитка Его мозгу Но, как правило, во взрослом возрасте Эти проблемы чаще нивелируются Но теоретически, если есть те или иные неврологические расстройства То можно и фармакотерапию подключить Но опять же по показаниям Очень часто я встречаю родителей Которые со мной начинают советоваться А как думаете дать такой препарат ребенку? Я говорю, слушайте, я нейропсихолог Читай психолог с расширением У меня нет компетенции назначать или комментировать лечение Вы идете к врачу По показаниям он вам назначает Либо, если вы хотите что-то свое Вы с ним консультируетесь Никакого самолечения Это действительно может иметь негативные последствия А вашу ассоциацию к вашим специалистам обращаются Обычно уже после того, как прошли врачей Получили диагноз? Или к вам можно еще до обратиться? Смотрите, я даже не представитель ассоциации Я на самом деле партнер С которым ассоциация с нами сотрудничает Уже 8 лет Мы примерно в одно время появились И я как раз, как друг, наблюдаю за их развитием И просто потрясена всеми теми результатами Которые достигла ассоциация Что есть у ассоциации? У нее есть горячая линия Куда можно позвонить и задать все интересующиеся вопросы И есть даже бесплатные приемы у логопеда и нейропсихолога Поэтому если диагноз пока не поставлен Если у родителя есть просто беспокойство Он может позвонить на горячей линии Или оставить заявку на прием бесплатный К логопеду и нейропсихологу И получить консультацию Это по всей России или по Москве только? По всей России А, понятно Это онлайн обследование Поэтому это можно делать удаленно Для лучшего понимания масштабов проблемы А сколько детей, вообще сколько людей страдает сейчас? Есть ли такая статистика? Вы знаете, статистика очень разнородная И внутри нашей страны И по разным странам Опять же, в зависимости от письменности Но примерно 15-20% Это огромное количество детей От всего это очень много Это очень много Ладно, несколько смс-сообщений У моей дочери 11 лет Есть легкая степень умственной отсталости Входим в школу, интернат, 4 класс Очень сложно дается обучение в принципе Особенно математикой и чтении При чтении буквы складывают в слоги Слова совершенно не понимают суть прочтенного Не может поставить ударение В принципе, многие слова просто не понимают Хотя слова знакомы и входят в ее словарный запас Является ли это дислексией? Это не является дислексией Потому что одним из критериев постановки диагноза Является отсутствие интеллектуальных трудностей И, собственно, мы начали с того Что, когда говорили о врачах Я сказала, что невролог обязательно отправят к психиатру Для того, чтобы понять Есть интеллектуальная недостаточность или нет То есть в случае ребенка с легкой умственной отсталостью Это просто проявление основного диагноза Основного нарушения развития И вот еще у нас спрашивают А курсы скорочтения могут помочь при таком нарушении? Чаще всего нет Опять же При трудностях обучения чтению Почему я говорю, что обязательно нужна консультация специалиста Может быть до 10 причин В разных психических функциях Почему ребенок не может читать хорошо И, соответственно, курсы скорочтения Могут так удивительным образом попасть в основные причины 2-3 примерно на них они направлены Но может оказаться, что они вообще мимо Не попадают никак И просто бьют на слабость ребенка И были ситуации, рассказывали родители Когда у ребенка даже начинались и откаты И невротические реакции В виде тиков и нуреза и так далее Поэтому, опять же, лучше пойти к специалисту Уточнить, с чем связана дислексия в конкретном случае Получить рекомендации А дальше уже, опять же, специалист Может рекомендовать те же курсы скорочтения Они, кстати, тоже бывают разные Разные методики есть И, возможно, какая-то конкретная Будет полезна определенному ребенку Но точно не всем Малина написала Прошли через дисграфию и дислексию с дочкой Дали ей поддержку Занимались нейропсихологом Через два года интенсивной работы Получилось заметно скорректировать В ходе выяснилось Что еще и проблемы со зрением А давайте дисграфию и дислексию Отличим Одно из другого следует, получается? Значит, дислексия Это трудности во владении навыком чтения Дисграфия Трудности во владении навыком письма И, конечно же, если есть дислексия То чаще всего мы увидим и дисграфию Но может быть так Что нарушение письма есть А нарушение чтения нет То есть, в принципе, они могут сочетаться А могут встречаться тоже изолированно Но принцип постановки диагноза Точно такой же К тем же самым специалистом Да, это один класс Трудности освоения учебными навыками И у нас ребенок может испытывать Трудности в чтении, письме И еще математике Да, это называется дискалькулия Вот даже так Да Вы сказали, что есть сейчас очень много книг И фильмов, которые можно посмотреть Чтобы войти, так скажем, в эту проблему И понять ее немножечко с разных сторон Вот что бы вы посоветовали Начинающим, так скажем, изучать этот вопрос Наверное, я бы советовала Какие-то непопулярные книги и пособия А вот что-то типа учебников И, наверное, пособие, которое уже выпущено довольно давно Но остается самым четким для того Чтобы очертить круг проблем Это пособие Александра Николаевича Корнева Наш специалист из Санкт-Петербурга И в нем как раз показаны и разные причины Да, и разные направления работы с этим нарушением А называется как? Нарушение письма и чтения, если я правильно помню Корнева Александра Николаевича Последний вопрос С логопедами не все так просто в стране, насколько мне известно Если в Москве мы еще можем в некоторых поликлиниках найти логопед И то с трудом зачастую записывать очередь То в регионах же с этим возникают трудности Какому тогда врачу в первую очередь идти? К неврологу или к терапевту? Я бы рекомендовала идти к неврологу И я бы рекомендовала все-таки искать логопеда Сейчас очень распространена помощь онлайн Даже если я нахожусь в каком-то регионе Я могу получить консультацию онлайн И, собственно, про ассоциацию дизлексии мы сказали Что там это можно сделать даже бесплатно И давайте тогда напомним еще раз у тех мастер-классов Хотела сказать Лекции, которые у вас будут проходить Да, и мероприятия Мы хотели как раз уточнить Насколько это для обычных людей будет интересно Или это только для профессионального больше сообщества? На кого они рассчитаны? Они рассчитаны и на профессиональное сообщество И на родителей И лекция 24 числа, конечно же, будет очень интересна родителям Потому что, ну, как привить любовь к чтению Как заставить ребенка читать Как сделать так, чтобы чтение вошло в жизнь А конференция с привлечением ученых и ученых практиков Я бы сказала, потому что все, кто будет выступать Они так или иначе работают с детьми своими руками Она тоже может быть интересна родителям Потому что они разберутся, да, вот в этих специфических проблемах В механизмах И даже увидят, какие сейчас существуют пути решения данной проблемы А платное ли участие? Можно ли услышать? Участие бесплатное И сегодня последний день, когда можно зарегистрироваться на очный формат И еще 4 дня можно будет зарегистрироваться на формат онлайн Отлично! Сделать это можно на сайте? Ассоциации дезрексии А проходить все это будет в библиотеке Милейна? Совершенно верно В большом зале? Да Отлично! Места еще остались? Мест мало, да, но не всегда кто регистрируется доходит Поэтому надо пытаться Рекламу мы уж прямую давать не будем, уважаемые дамы и господа Просто находите по соответствующим запросам Спасибо мы скажем Марине Захаровой Детскому нейропсихологу Руководителю многопрофильного детского центра территории счастья Источному сотруднику института здоровья, развития и адаптации ребенка Марина, спасибо! Спасибо огромное! Удачи вам!